Читаю молитвы, а в голове у меня ничего не остаётся. Вот остановлюсь, думаю, я остановлюсь, думаю, стану читать как положено. Опять в голову ко мне идут ненужные мысли. Как бы я ни старалась, ничего не получается. Спаси Господи, благодарю, благодарю, матушка, благодарю вас, спаси Господи. Понятно, эта ситуация достаточно распространённая для многих христиан, потому что и мы в таком ритме жизни живём. И надо не забывать, как пишет в соборном послании святой апостол Петер, что враг нашего спасения дьявол ходит, как рыкающий лев из ки, кого поглотите. То есть работа врага не прекращается, а враг, как пишет преподобный Симеон Новый Богослов, получил после грехопадения наших праотцев, я вам такую по-богословски постараюсь ответить, он получил возможность колебать мыслительную природу души. Поэтому мы когда становимся на молитву, он начинает колебать наши помыслы. Только становишься на молитву, только что вроде бы ты был сосредоточен, чем-то занят. Только встал на молитву, и о том сразу думаешь, и о том, и то надо, и ты позвонить надо, и то надо. Сразу свои там мысли, он начинает их рассеивать. Это его работа. Он пусть делает свою работу, а мы с Божьей помощью должны делать свою. Постоянно возвращать ум, внимание в слова молитвословий. Даже если прочитали, все равно забыли, все равно надо неукоснительно читать утренние и вечерние молитвы. Правило к причащению, если готовитесь. Старец Николай Гурьянов, известный духовно-опытный наставник, подвижник нашего времени, он говорил, есть как бы вот этот минимум, от которого отступать нельзя. Утренние и вечерние молитвы и перед едой, и после еды для каждого христианина. Все остальное уже по силам. Каноны, Акафисты, допустим, Псалтырь, по силам, по благословению духовника. Но вот как бы тот минимум, от которого нельзя отступать, утренние и вечерние молитвы, перед едой и после. А насчет того, что читаем и забываем, в Патерике есть такой случай, когда к Авве подошел один ученик и говорит, Авва, я вот сколько читаю Священное Писание, я потом опять забываю. Вот сколько опять читаю Священное Писание, и все равно все забываю. Как быть? Может быть, мне тогда не читать Священное Писание, раз я читаю, и все равно забываю. Он ему говорит, вот видишь, что стоят два кушина, принеси их сюда. Он принес два кушина. Он говорит, вот смотри, этот кушина вставь, а в этот каждый день вливай масло и выливай. И через несколько дней придешь ко мне. Он так и поступил. Приходит, приносит эти два кушина. Тот кушин, в который он масло вливал и выливал, то есть все равно ничего не оставалось, он был более чист, чем тот, в который ничего не наливалось. Тот был покрыт слоем пыли, каких-то там упавших насекомых. Он говорит, ты видишь разницу? Точно так же, читая Священное Писание, читая молитвы, ты все равно очищаешь и просвещаешь душу. Даже если тебе кажется, что ты что-то не запомнил, что ничего не осталось, все равно душа очищается. Поэтому молитесь, матушка, молитесь и не унывайте, не сдавайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok